В Америке забирают детей Вот сейчас за нашим соседским мальчиком приехал школьный автобус И она его садит в автобус Ребенок, видимо, ехать в школу не хочет Потому что я видела, она его вела Он плачет весь в слезах Вот уже 5 минут они стоят Мама стоит в автобусе, видимо, уговаривает ребенка А ребенок, категорически, похоже, не хочет ехать в школу Видите, стоят красные, вернее, мигают красные огни И сейчас я покажу с другой стороны Там выпущен шлагбаум такой И знак стоп, видите, тоже мигает Ни в коем случае нельзя проезжать Если автобус выпустил стоп, шлагбаум И мигают такие красные огни Наказание просто огромнейшее Мама вышла, похоже, уговорила ребенка Видите, шлагбаум задвигается И автобус закрывает красные огни И сейчас он поедет В этом случае уже ехать можно Вон машина, видите, проезжает Очень долго стояла Потому что ни в коем случае нельзя проезжать Автобус стоит уже, наверное, минут 15 Я не знаю, видно вам или нет Там водитель пытается или пересадить ребенка Или что, тот кричит, тот плачет Или ремень на него пытаются одеть этот Пристегнуть его В общем Мамаша тоже неграмотная У меня с тема был такой случай Что он не хотел садиться на автобус А, там и водитель Там что-то с ребенком Они пытаются пристегнуть его, по-моему И помощник, видимо У меня с темой был такой случай Когда он не хотел ехать Все, поехали они Продолжу Тут мамаша еще в окно смотрела Не в окно, а на крыльце стояла С темой у меня тоже был такой случай Когда он не хотел ехать Не хотел садиться в автобус Я просто посадила его в машину И отвезла в школу, и все Ну зачем вот это Минут 15, наверное, не стояли Или даже больше уговаривали ребенка Пристегивали его Это для ребенка стресс В каком он состоянии приедет в школу И для матери тоже Вот это, не знаю Мое сердце разорвалось Видя, как плачет мой ребенок И когда я Тиму отвезла в школу Оставила его И через, не знаю Через час, может быть, позвонила Потом узнать Потому что мое сердце неспокойно было Я позвонила узнать Как там у него дела Плачет он или нет Я себе завтрак готовлю И мне сказали Нет, все нормально Он успокоился Все хорошо Он играет Не плачет Все как бы прекрасно Так что я не знаю Мамаша тоже какая-то глупая Вроде бы четвертый ребенок у нее А сообразить не могла Что отвезла бы самой Меньше бы стресса было И для ребенка, и для нее Что вы по этому поводу думаете Как бы вы поступили в данной ситуации Смотрели бы 15 минут в окно Как рыдает ваш ребенок Или бы посадили в машину И отвезли Или на автобус Смотря у кого какая возможность Ну, те, которые живут в России Конечно, дети сами идут В школу Вы их отводите Но вот если бы вы оказались В такой ситуации Что бы предприняли вы Равнодушно бы смотрели Или бы просто нашли более такой Спокойный путь И для ребенка, и для себя Не знаю Я что-то возмутилась Этой ситуацией, правда Продолжаем тему Школьных автобусов Видите, сейчас автобус остановился Мага О, мамочки Моргает красными огнями Убрал стоп Ребенок сел Можно ехать Так, друзья Я думаю, что Я могу завершить эту тему Школьных автобусов Ну, и немножечко расскажу Вообще Что это такое И Нужно ли это Важно ли это Мне очень нравится Эта система В Америке Что у нас есть Школьные автобусы Что наши дети Не стоят на остановках В ожидании Городских автобусов Кстати, в нашем городе Городских автобусов нет У нас город небольшой И Городских автобусов нет Мы передвигаемся Только на машинах До школы у нас Далеко Пешком не дойдешь Точно Потому что на машине До Тиминой школы Примерно 12-13 минут Я еду Это около 10-12 километров Наверное До его школы До Евелиной школы Где-то минут 8 ехать Ну 5 километров Точно будет Может даже Чуть-чуть побольше Я точно не измеряла С измерения в милях Но я как бы точно Не измеряла Какое расстояние До школ Так что, как видите Расстояния большие И до школы Идти далеко Поэтому я очень довольна Тем, что Приходит школьный автобус Забирает детей Нет, очень солнце светит Забирает детей И мне не нужно Беспокоиться о том Как их доставить в школу Как им добраться в школу Я помню Когда нам приходилось Ездить на автобусе Вот я в техникум Ездила на автобусе Еще неизвестно Обойдешь ты в этот автобус Или нет, да Когда мои племянники Ездили в школу Там еще в Казахстане Сколько раз Были такие случаи Что они стоят на остановке Автобус просто проезжает мимо И не останавливается Обычный городской автобус Да Не останавливается Потому что Дети ездили тогда бесплатно И Ну им не выгодно было Останавливаться Ради пустых пассажиров Поэтому я очень довольна Что моих детей Утром забирают Отвозят в школу Вечером привозят в школу Со школы домой Плюс В нашем дистрике То есть в нашем Школьном Главном школьном офисе Городском Сделали еще такую систему Им выдали такие карточки Со сканером Со штрих-кодом И когда ребенок садится в автобус Он эту карточку свою сканирует И мне и моему мужу на телефон Приходит сообщение Что наш ребенок сел на автобус Когда они приезжают в школу Выходят с автобуса Они опять свою карточку сканируют И приходит сообщение Мне и моему мужу Что наш ребенок вышел с автобуса в школе То есть так же и вечером Сели они на автобус Нам пришло сообщение Ага, наш ребенок на автобусе Вышли они с автобуса Опять нам приходит сообщение на телефон Что наш ребенок вышел с автобуса То есть эта система мне тоже очень нравится Не везде есть Даже есть соседние города С кем я общаюсь Возле нас живут Да, соседние города абсолютно И у них такого нет А в нашей школе Вернее в нашем учебном министерстве Или как сказать Такая система есть Это тоже очень удобно Мы должны быть на остановке Примерно за 10 минут До установленного времени Прихода школьного автобуса Обычно школьные автобусы Приходят минута в минуту Даже если например Как у Тимы такое время установлено 8.39 Вот сегодня автобус пришел Ровно в это время В 8.39 Конечно если автобус поломался Если он поменялся водитель Например тот водитель не вышел То конечно автобус может опоздать Чаще всего он опаздывает А так обычно автобус приходит очень вовремя Думаю на этом все Что я хотела сказать Что касается школьных автобусов Но еще вот такое маленькое дополнение Я хочу сделать Это работа моей мечты Не сказать что я сильно люблю ездить Что я фанат езды за рулем Но почему мне нравится эта работа Почему бы я хотела там работать В то время когда дети дома Когда у них канюклы Когда какие-то праздники И у водителя школьного автобуса Это тоже выходной Я так мечтаю Что мои дети дома И я бы хотела быть с ними тоже дома Это просто работа моей мечты Но пока не могу идти на эту работу Потому что там рабочий день Начинается примерно в 6 утра В 5.30 я должна быть на работе И заканчивается он примерно в 9.30 дня Потом небольшой перерыв В то время пока дети в школе И тогда когда их нужно забирать со школы То есть примерно где-то в час дня Начинается рабочий день снова И грубо говоря до 4.30 дня Вот такой разрывной рабочий день И в то время когда мне нужно поднимать детей Когда мне нужно провожать их в школу Я должна быть на работе Я должна быть за рулем Поэтому меня пока эта работа не устраивает Потому что из-за детей их нужно проводить Их нужно встретить И мой муж это не может делать Провожать детей Потому что он в это время тоже на работе Он работает с 7 часов утра Так что пока это работа моей мечты Но также у этой работы У водителя школьного автобуса Очень хорошие привилегии им дают Там и медицинская страховка очень хорошая Там и праздничные все дня плачиваются Выходные, отпускные Летом, например, тоже длинный такой отпуск Примерно 2 месяца И это все оплачивается Хорошая очень работа И заработок неплохой Я знаю, что в нашем городе Если ты водитель школьного автобуса То примерно 16 долларов на час Это очень хороший заработок Не нужно долго учиться Несколько лет не нужно учиться Езди, крути баранку Конечно, ответственная эта работа Тоже целый автобус детей ты везешь Всякое бывает Ну, в принципе, работа неплохая Но пока не для меня Может, в будущем Все-таки мечты должны сбываться Я думаю, что в будущем, когда дети подрастут И смогут самостоятельно ходить в школу Не нужно за ними вот так пристально следить Чтобы поднять, чтобы не проспали Чтобы покушали, чтобы не забыли Свои обеды в школу забрать Пока вот за всем этим нужно следить То ничего пока поменять не могу Но работа моей мечты Я надеюсь, что когда-то я вам сообщу Что моя мечта исполнилась Так что на этом видео я заканчиваю Свой рассказ о школьных автобусах Если у вас появились какие-то вопросы Пожалуйста, задавайте Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы Пишите свои комментарии, отзывы Если вам понравилось это видео Я не против, если вы мне поставите класс Ну а так, всего вам хорошего Если вы находитесь на дороге Если приходится вам ездить за рулем Так же, как и мне Будьте осторожны Берегите себя и тех, кто находится вокруг вас До свидания, до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok